Тили-тили-ти-тили-тили-тили-ли-ли Ну вот ты сейчас ведёшь курс, который, ну казалось бы, мы систематизируем начальный материал. Люди пришли, работают, они в дальнейшем будут преподавать этот материал. Как раз таки материал для начинающих. И это в психологическом ключе, очень хорошо для понимания. И опять-таки и погружение есть То есть можно это все прожить И отладка собственной психики есть То есть такие программы у нас наполнены Насколько тебе комфортно сейчас работать? Ну, в плане комфортно Комфортно-то комфортно Вроде легкий же курс должен быть Вроде бы легкий, да Потому что его надо давать То есть ты уже не можешь дать другого восприятия Чем как сейчас Вот просто, да, тут уже даже Казалось бы, тот материал Который мы сейчас даем Мы уже прошли давно Тысячи раз проходили Тысячи раз И давали А все равно он дается уже в другом восприятии Да, мы стали другими И когда мы даем этот материал Нам тяжело возвращаться в те состояния Именно поэтому Это все должны давать люди Которым интересно Кто на начальном пути познания себя И кому надо сделать переход От психологии к инфодайвингу Вот это, конечно, очень важный момент Есть другой момент Рядом с нами есть люди Которые прошли с нами Большой путь Много курсов Много тренингов И которые Ну как бы проходили их для себя И очень хочется этих людей направить И преподавать Но уже следующий блок Дать возможность Преподавать следующий блок Все, что связано с симуляцией Все, что связано с расширением сознания С таким инструментом в психике, как ваджера Казалось бы, мистический Да нифига не мистический К этому приходит Все, что связано с основными психотехниками Связанными с инкарнационным циклом Ведь они дают просто невероятные возможности По сути дела Одна перезагрузка инкарнационного цикла И можно всех психологов, психотерапевтов Выкинуть навсегда То есть ты полностью перегружаешь информацию И у человека уже есть изменения Дальше надо работать с тем, что есть в теле И вот эти вот моменты Будь здорово И вот эти моменты Хотелось бы тоже делегировать Потому что если мы развернемся И будем этим заниматься То мы застрянем Мы не сможем двигаться дальше Хотя при этом Это так Хотя при этом каждый раз Даже вот как сейчас Ведь мы открывая Даже проводя то, что уже давно Мы прошли многократно Даже сейчас открывая этот материал Мы находим для себя Снова еще расширение Углубление И вот это говорит Углубление, да И это говорит о том, что Мы на самом деле Если мы окунемся И не делегируем это кому-то То мы действительно начнем тормозить Потому что мы будем углубляться здесь В бесконечное Это как Да Это как отдельное Создание отдельного мира Игры Но и параллельно становится видно Очень много возможностей для людей Вот тебе интересна эта тема Углубься Это углубься Это углубься Даже вот просто тема Начальных психических структур Систематизации И так далее Углубься в каждую структуру И ты уже открываешь Просто бесконечность Да Возможности опять-таки Работы с человеком Ведь редактирование Просто редактирование эго Ты имеешь совсем другого персонажа Да Казалось бы Ты только в эго в лес А уже персонаж другой Ой А редактирование программы ума Уже выхлоп другой В обучении В освоении материала Там и так далее Везде своя глубина Везде своя глубина Везде можно открыть целый мир Бесконечный причем этот мир Знаешь, что мне это напоминает На самом деле Мандалу, да? Мандала Полотно Которое Ну как Под микроскопом берут Что-нибудь Кусочек И пошла глубина, да? И там дальше Есть же еще даже ролики такие Да Вот это Вот это как-то оно так Действительно Ты везде откроешь Глубину Возьмешь глубину И откроешь целый мир И он будет бесконечным Ну видишь Я за то, чтобы Дать возможность Людям Работать Кому это интересно Это с одной стороны Решает финансовый вопрос Человеку Вот у человека Действительно интерес инфодайвинг Ну и зарабатывай на инфодайвинге И двигайся дальше В инфодайвинге И у тебя есть Все возможности У тебя есть почва Платформа Есть почва Да Так вот Когда мы начинали писать Платформу Да Ведь Сколько человек нам говорили О нашем безумии И о вложении сюда денег Там и так далее Мы были сумасшедшими Потом Сколько человек пыталось повторить Ай сайтик Мы напишем такой же Ну и где вы сейчас Ау Ну потому что Надо думать Что вы делаете И Видишь Всплывает вопрос Обесценить труд Другого человека Легко Мы очень легко Обесцениваем тех С кем мы рядом находимся Особенно если Ты доступен В плане общения Вот смотри Сейчас подниму Одну тему Я как-то публично Ее не планировала Обсуждать Но реально Я бы очень хотела Чтобы ребята Которые вот учатся у нас И слушают нас Они об этом задумались Потому что Это грабли Смотри Вот мы тоже Приехали в Москву И выступили Была первая встреча Вторая встреча И люди Которые пришли На встречу Вот когда к нам приходили Они приходили Там Поблагодарить Там подарки Подарить цветы Подарить там И так далее Первая встреча Вторая встреча Уже был интерес Там пообщаться Там Задать вопросы Какие и так далее Сейчас будет Третья встреча И Эта встреча Уже предполагает Вопросы Ответы Возможно Работу с человеком В процессе встречи Есть же люди Которые не могут Себе позволить Нашу консультацию Да И вот здесь Уже Нарисовывается Тема Я ее знаю Заранее Что оно Так и будет Когда ты Становишься Доступен Когда человек Видит Что ты В физическом Теле Тебя можно Потрогать Тебя можно Спросить Здесь вопросы И так далее То он так приходит Ху Знаю я этих Был там А у них там Встреча в Москве Была И обесценивание Вот она Доступность И В принципе Продолжение Этой встречи Этой темы Уже Само собой Определено Так вот Когда наши ребята Точно так же Ведут клубы И Ожидают Развития Дальше Клубных занятий И всего остального Просто Наподумать Я очень мягко Все это рассказываю Да Культурно Я слушаю Наподумать В моей жизни Была история Был опыт И кстати Этот опыт Будет полезен Очень многим Психологам Сейчас Вот смотрите Периодически В любой стране И в России И в Беларуси Проводят так называемые Психологические фестивали И там Обязательно Мастер-классы Когда приезжают Там тренера И рассказывают Собирается аудитория Там 200-300 человек И вот Эта аудитория Бьется По темам И каждый идет К одному На мастер-класс К другому К третьему И их знакомят С какими-то темами Обычно За участие В таких мастер-классах Платят И мастера Тренера И участники Да То есть Организатор Здесь вообще Очень круто сел И Сейчас В Беларуси Такие же проводятся Я видела много раз Это называется Как правило Фестивали И Вот Я в своей жизни Один раз была На таком фестивале Я за него не платила Тогда Меня тогда Выдернули Позвали Сказали Вы как там Будете участвовать У нас Потому что Если бы мне еще Пришлось платить за это Я бы вообще не поняла Я не понимаю Вот так Трениров Кто так приезжает Это про обесценивание себя И вот я тогда Была Выступала И Дала отрывки Из Я тогда занималась Методикой Бронникова Еще И вот я дала Несколько упражнений Из этой методики И Тогда На мастер-классе Присутствовало Наверное Человек 50 Или 60 Наверное Один из самых Больших мастер-классов Был И Из этих людей Кто присутствовал Тогда на мастер-классе Ни один Не пришел на обучение Никогда Но была интересная тема Когда Ко мне на клуб Пришел человек И Вспомнил Это уже я гипнозом Когда занималась Вспомнил Что он впервые Видел меня На том мастер-классе Сказал Я же у вас обучился Тогда Методики Бронникова Я говорю Стоп-стоп-стоп Вы просто узнали Что в ней Есть несколько упражнений Причем Говорю Там буквально Одно или два А вы не обучались Вам просто Про нее рассказали Говорит Да Ну я же уже все Я уже все прошел Я завершил То есть Я прикоснулся К прекрасному Я уже больше Никуда не пойду И Выхлоп От таких фестивалей Нулевой То есть Особенно Если ты еще потратил На это Свой ресурс Свои деньги И так далее То выхлоп От этого ноль А выхлоп Почему ноль Потому что Человек прикоснулся К тебе физическому Потому что Люди Привыкли Обесценивать Другого человека В физическом теле А обесценивают Почему? Потому что Не ценят себя Это болезнь Общества Это причина Корень Очень большого Количества Заболеваний И это Проявлено Вот таким Вот образом В обществе И таким Образом Будет Обесцениваться Любой человек Который Будет Выступать На публику Возьми Далеко Ходить не надо Любого Оратора Начиная От Ну Психолога До Руководителя Страны Любого Вот Если прошло Какое-то Публичное Вступление Сколько Лягушек Откроет Рот Чтобы Кинуть Камень Или Плюнуть Вот Это про это То есть Это автоматически На любом Уровне Развитие Сознания Если Брать Ну Сейчас Можно Посмотреть Тикток И можно Очень четко Все видеть Каким образом Это происходит И на чем Делаются Имена То есть Попытка Самоутверждения И так далее Обнуление Но при этом При этом Полностью Упускается Суть Потому что При этом Человек Видит Обертку Тела И прикасается К телу Поэтому Когда мы Вот С тобой Поставили Встречу Я понимаю Что Я на этой встрече Хочу видеть Людей Которые Действительно У нас Занимаются Которым Интересны Которые Не Клюют На тело Потому что Те Кто Придут И прикоснутся К прекрасному На этом Все и закончится Их развитие На этом Закончится И поэтому Те же самые Клубные Встречи В Москве И так далее Они будут Превращаться В чаюшки Печенюшки Это то поклонение Которое В любой момент Может оказаться Ножом в спину Да Да На самом деле Это так И тогда Смотри На самом деле Недоступность Воспринимается Воспринимается Любым человеком Как нечто Тайное Как нечто Именно Недоступность Как нечто Неприкасаемое И желанное Как только Появляется Доступность Она обесценивается Она обесценивается Потому что У человека Спадают Шторки Эти Так это Человек Простой Такой же Как и я Выглядит И все И дальше Человек Сути не ловит Он привык Есть обертки Он ест Только фантик А во что Одет А брови Там накрашены Или нет А волосы Там покрашены Или нет Ой А там Губы надуты Или нет То есть Все Он меряет Сиськами Письками Да Потому что Он привык Жрать конфетные Обертки И привык Почему Смотри Чем отличаются Те же самые Храмы в Камбодже Да Я пример приводила Он пустой Внутри А там Собирались Столпы И придумывали Там тайные Приходят Церемонии Там дела Там все А там Пустота Внутри А не Придумай сам Придумай Вот когда Это тайное Придумай сам Тогда да О великий Бог Великий Могучий Гуру А когда Доступность Получается И Но при этом Видишь Если ты Хочешь Чтобы твое Дело Развивалось То ты Общаешься И ты С удовольствием Встречаешься С людьми Которые Действительно Искренне Интересуются Темой И действительно Искренне Хотят Расширить Сознание И действительно Искренне Хотят Познать Себя То есть То есть Но это Тогда Речь идет О единомышленниках Уже О тех Кто Уже Учится Уже Занимается Уже Двигается То есть Ключ Чтобы человек Начал Двигаться И только Тогда Имеет Смысл Встречаться Ну в принципе Как и проходили Наши встречи Они проходили По результатам Нашей работы Не по Привлечению Клиентов А по Результатам Нашей работы Мы встречались С теми С кем Мы работали Да И эта тема Такая Серьезная Тема На самом деле Обесценивание Когда Есть Доступ К телу Да И тогда Очень важный Момент Помочь Тем Кто с нами Идет с нами Нога в ногу Реализоваться В инфодайинге И тогда Это и есть семья На самом деле И тогда Это и есть семья Да Мы выращиваем Наших детей Помогаем им Стать на ноги И тогда Вот этот второй блок Который Я поставила В расписании Уже С мая месяца Начиная Вот все Что будет связано С инкарнационным циклом С симуляцией С расширением сознания Самые Вот эти Емкие Информационно И самые Сложные Программы С мигом Связанные Распаковка Амига Полностью Распаковка Зазеркалья Вот вся Вот эта Психотехническая База Я хочу Чтобы давали Наши стажеры Людям Просто Вот вплоть до того Блок Который Для стажеров Да И методичка Для них отдельная По первому блоку Будет методичка Не помнишь Забыл Неудобно тебе По видео Прекрасно У тебя будет Настольная книга Она будет Только у тебя Только у прошедших Весь блок Тех Кто прошел Тренерский И кто допущен К тренерству И пожалуйста Опирайся на нее И пошел 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 И ты Будешь развиваться И ты будешь Двигаться И ты будешь Зарабатывать И ты сможешь Двигаться дальше Это будет поддержка Да Можно говорить о том Что мы выстраиваем бизнес А как вы хотели Как поддержать тех людей Которые двигаются Вместе с нами Только так Это равносильно Как позаботиться О своем теле Да Если это тело Это люди Которые Окружают тебя Вот тело инфодайинга Это люди Которые двигаются Которые все эти годы С нами Позаботься о них Да Если сейчас Вот говорить Теми образами Которые я сейчас вижу То это конечно Ложится И на тело И на планету И на Миры И на Вот просто Образы Которые Ну Видятся сейчас Мне Особенно хорошо На теле Отражаются У нас же Ведь не растет Смотри Не увеличивай Вот когда Родился ребенок У него же не растет Отдельно Одна рука А все тело ждет Или нога А все тело ждет А у него равномерно растет Так это вот и есть Равномерный рост Ученики расширяют Свою платформу Стажеры Расширяют Свою платформу Все это одновременно Мы свое И это одновременно Растущая планета Тело Мир Назови как хочешь Она здоровая Она равномерная То есть нигде нет Перекосов Нигде нет Остановок А есть везде Расширение Там где Ученики А для этого Это должно быть Одным телом То есть вот она Одна семья Одно тело Одна планета И тогда Смотри Искренность Ученики Расширяют Свою Пространство Стажеры Свою Потому что смотри На самом деле Ведь мы Начав делать Этот первый блок Мы с тобой Конкретно даже Говорили Слушай Вот даешь А понимаешь Что раскрывается Материала Мама не горюй Сколько еще Больше расширить То есть идет Расширение То есть здесь Бесконечное Расширение Сознания Где ты можешь Просто стать Богом На этом расширении И это действительно Это как печень Отвечает за свое Почки за свое И все это В гармонии Да И все это в гармонии И это здоровый организм Вот это об этом Мы сейчас на самом деле Выстраиваем И говорим об этом Выстраивание здорового организма Угу И видишь И тогда Наши Вот сколько Два года назад Тогда еще Вова, Вадима Саша Говорили Ну вот смотрите Приведите в порядок Ваши курсы Психологические Дайте определения Напишите там Программы И так далее А вот смотри Прошли эти годы И написаны книги Даны определения Систематизирован материал И они же Сами работают Помогают Тоже систематизировать И сегодня Пошла систематизация В психологию И это Именно теми блоками Как они Должны быть И впереди Будет еще блок Благодарности Это отдельный блок Для того Чтобы Работать Через него И помогать Людям Входить В инфодайинг Из тяжелых Заболеваний И череда Именно через Благодарность Через благодарность И это вход В инфодайинг Вход в себя И в то же самое Время Это выход Из болезни Потому что Выход из болезни Без благодарности Не случается А человек Не понимает Что такое Благодарность И там Вообще Если брать Выход из болезни Тут можно Отдельный Блог сделать Для Опять-таки Для начинающих Тех Кто приходит В инфодайинг Или для продолжающих Посмотрим В зависимости От сложности Посмотрим Мне сейчас Очень хочется Вот эту систему Именно которая Психологическая Глубина Которая должна Войти в научную часть Вот эту часть Выстроить до конца Дать методические Пособия Опять-таки Те Кто с нами Прошел весь путь Поддержать Книгами Последними Которые Выйдут И Двигаться Дальше Но я не хочу Сама зависать И я вот сейчас Вот как и ты Четко-четко Тогда словила Насколько Тяжело Преподавать Начальный уровень Потому что Для нас Это легко Само собой Разумеется А потом Как Вова и Дима Отреагировали На первый курс Вижу насквозь Из этого блока Они говорят Вы понимаете Как вы загрузили Людей А мы А мы не понимаем А для нас С тобой Это Это просто Это просто Только Очевидно Потому что Восприятие Другое Да Потому что Конечно Для нас Просто Возьми Сегодня вопрос А как там Дела решаются А вот это Вот это Вот это Тын все Вместо того Чтобы позвонить Человеку Нормальные люди Так живут Нормальные люди Берут телефон И звонят С тобой Понимаешь А потом Это Кстати Это о чем О телепатии Между прочим Если мы Начнем сейчас говорить Потому что Ты сейчас Конкретно Вопрос Загрузил Ты поговорил Поговори Вышелся Понятно Ну какой смысл Беспокоить человека Если ты знаешь Что сейчас Там так Так и так Все Просто надо Время И тебе Никаких вопросов Нет Тебе не надо Дергать людей Ничего Твои вопросы Решаются Все Поэтому И они решаются Именно Вот В наилучшем виде Точно так же Как и мы Понимаешь Все должно Вызреть Всему Своё время Если ты Яблоко Будешь Срывать В мае То там Еще только Соцветие Твело Там еще Яблока Нет Если ты Его Попытаешься Сожрать В конце Июня У тебя Будет Понос А смотри Уже К сентябрю В августе Уже Некоторые сорта Даже в августе Уже Уже Вполне Прилично И ни Поноса Ни золотуха Уже Яблочко Понимаешь Поэтому Всему Своё время И у нас тоже Инфодайинг Проходит Своё время И Наверное Очень важно Что мы Большую часть Взяли фору Тогда очень много Работали И прошли И оторвались От религии Потому что Вот это Наверное Это тот момент Когда Вот действительно Мы рванули Тогда Очень сильно Но Тогда и преследования Было Поэтому мы рвали И понимали Что Либо-либо У нас Да Как бы У нас выбора Не было На самом деле Не то что Ну Либо-либо Выбор Да Мы однозначно Мы рванули Но мы рванули Хорошо Благодаря этому Мы оторвались Очень Очень сильно Оторвались Но мы потом И развернулись И посмотрели На преследователей Ну Естественно И определили им место А вначале Мы ведь этого не могли А сейчас Это мы можем Всё определяют Психические Способности Человека А они определены Верой в себя И жизненным опытом А вот Самое главное Наработать Этот жизненный опыт Жизненный опыт Вот этот жизненный опыт Мы и даём Возможность Сейчас нашим Нашим клеточкам Кто с нами Вместе Наработать И наработать Вместе с нами Мы не бросаем Мы помогаем Поддерживаем Даём возможность Просто Как готовые Бизнесы И даже Если после этого Нас обвиняют Что мы там Коммерческие Ещё какие-то Обвиняете Идите И курите Бамбук У меня опять Просто образы идут Если образами говорить То у меня всё Ложится на тело Да Потому что Это разумный подход Это разумный подход Когда Ты понимаешь Что для того Чтобы Идея развивалась Для того Чтобы Общество Стало здоровее Для того Чтобы не закончилась Эта игра Чтобы люди Сами себя Не самоуничтожили У них есть один Только шанс Развернуться к себе И идти к себе Для этого должна быть Возможность Вот Ну и плюс Работает ещё иногда И стадный рефлекс Когда человек видит О, этот пошёл Поправился У него получилось Ну схожу-ка Тогда и я Это тоже хорошо На самом деле Нет ничего плохого Нет ничего плохого И хорошего Есть направление Либо к себе Либо от себя И даже если Тот же стадный рефлекс Направлен к себе Очень хороший Да Самое главное Чтобы Человек менялся Чтобы человек Развивался И человек Всё-таки Начал осознавать Что Бог в нём Я Совсем недавно Разговаривала С человеком И Человек занимается Много лет Духовными практиками Просто Он уже Там Собаку съел на них Он гуру-гуру Я ему задала Буквально два вопроса Но эти вопросы Конкретно С разворотом В себя И знаешь Что он сделал Он сбежал Потому что У него Завернулся мозг Потому что Он так никогда Не думал Потому что Человек Всю жизнь Служил Рассыпался И стремился Быть круче других Чтобы Учить других Я не проговорю Вопросы Это смешно Но человек Сбежал Он просто Ну мы с ним Встречаемся Раз в год И раз в год Я задаю Два вопроса И он на следующий год Убегает Раз в год Он даже Того не осознает Семимильными шагами Раз в год Но у него Будет Возможность Над этими Двумя вопросами Подумать Целый год Целый год До следующего раза Но вопрос о том Где твой бог Это у него шаги Смотри Год Год У человека Другого Каждый день шаги А у него Год Шаг Год Поэтому он мастер Поэтому да Поэтому толпа Людей идет за ним Куда С обрыва Потому что Один разворот Он заклинил На том месте Что бог в нем Вот когда Разворот случился На осознание Что ты есть бог Вот там Клин произошел И все Уже Эти шарики За ролики Видно было Что внутри Пошел процесс Вот А на самом деле Насколько человеку Тяжело принять Что ты есть бог А он не знает С какой стороны Подойти к этому Я частичка Я по подобию Все что угодно Только не принять Целостно Да Все что угодно Понимаешь Ну приспособиться Это называется Приспособиться Ну да Частичка Ну да На гвоздике Посижу Ладно На трех А вот просто Взять И осознать Целостность В моменте Это просто Знаешь Это как Равноценно Человеку Наверное Сойти с ума Вот просто Да Так Мне вообще Весело Смотреть на людей Потому что Вопрос Кто сошел с ума Кто сошел с ума Вот этот мир Он реально сумасшедший Хотя при этом Понимаешь Я понимаю Что Мы точно так же С тобой Совершаем ошибки Конечно Мы точно так же С тобой Где-то можем Лохануться Точно так же Можем наступить Какие-то грабли Точно так же Можем неосознанно Сыграть на запрос В чужую игру Точно так же Потому что Мы учимся Просто Умение Переключать Восприятие Дает возможность Исправлять ошибки Не осуждать Не критиковать себя И двигаться В развитии Постоянно Мы люди И Но видишь Мы люди И это тут же Если вы доступны То все Я тогда Емоберт Вот оно Поле парадокса Невероятная игра Кайфовая игра Важно Видишь Мы Если совершаем ошибки Мы их замечаем Мы их во-первых Позволяем себе Замечаем И исправляем Во-вторых И принимаем Что они могут быть А в-третьих Самое главное Мы их исправляем Мы не бежим Не прячемся от них А мы их исправляем Тут же Не откладывая во время И не закрывая на это глаза А исправили Исправили При этом Прежде чем Исправить Мы осознаем О чем это Для чего это Что это Да И тогда жизнь Становится интересной Еще какой интересной Многогранно Бесконечно 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 Сейчас, кстати Вот эти вопросы Бесконечности Надо будет их Скоро выдать людям Потому что Уже материал Накапливается И надо будет В эту тему Заглянуть И разложить Интеллект тела Все-таки Все, что связано С бесконечностью Разложить Потому что Материалы накопили И уже Хотя бы практикум Какой-то И выдать Согласись Вот этот первый Даже блок Для учеников Те, кто Даже пришли Вот сейчас Обучаются Да Этому блоку Они Не догоняют Глубины Того Что получили На самом деле Согласись Что то, что Мы осознаем С тобой Да Вот Даже Когда это Во вторник Да Во вторник Был первый день И То, что Тогда Происход Ну, то есть Как это сказать Выдали Какой мой материал Мы же его выдали Из этого восприятия Из этого расширения Которым На котором Сейчас находимся И при этом Ну, по сути своей Мы даже с тобой говорили Так это волшебная палочка Просто волшебная палочка Ну, основная Психотехническая база Начальная Готовая Работой То есть Если ты работаешь Психологом И ты взял Просто тупо Начал ее использовать На своих Там Ты же сразу Договариваешься С клиентом Там на 10 сеансов Каждый день Вкинул эту Психотехническую базу У тебя результат 100% Но У человека Потом И опять-таки Ты человека Не вывел из состояния Но ты улучшил Его состояние Гарантированно А чтобы вывести Тебе надо Дальше развиваться Потому что С этой психотехнической базой Будет мало Надо идти дальше А почему мало Это не базы Мало Мы ею пользуемся На стопроцентный результат Мы с тобой Да Но у нас восприятие другое Другое Подожди Ты сперва задвинь точку сборки сюда Тогда ты поймешь Что ты в руках держишь Прилля Но пока ты его не понимаешь Значит тренируйся Шлифовать Пока ты его не понимаешь Не ценишь И пока тогда тренируйся Тебе интересно Тренируйся Тренируйся Потому что точку сборки Восприятия Ты сдвинуть В другое положение Не можешь Резко Ступенькой Она будет ехать плавно И ты при этом Будешь меняться И у тебя При этом Будут меняться Настолько Жизнь Восприятие Окружение Все будет меняться И все будет меняться В гармонии А самое главное Что эту гармонию Мы на курсе Людям запустили Перестроив психику Да Перестроив психику Вот это да То, что мы делали Вчера С людьми И то, что мы будем делать Сегодня Казалось бы Тренировка Но мы же не Называем громкими Названиями Потому что мы понимаем Что они потом Точно так же будут Работать с людьми Точно так же будут Сперва натренировывать это А потом они точно так же Будут на результат Двигать и так далее Мы просто Делимся тем Что мы знаем И что мы умеем А сегодня Нашу работу Могут повторить Только наши ученики А смотри Еще недавно мы говорили Никто не может повторить А теперь мы говорим Могут повторить Наши ученики И это о чем Это о повторяемости Результата О том, что мы Не чуждаем Мы говорим Реальные Крутые Суровые вещи Конечно Вот Просто племя Мумба-юмба Опять Мумба И вспомнила И религию Со слониками Блин И эти Виманы летающие Потому что Мумба-юмба Не может по-другому Воспринять Самолет Как дощечки Виманы Вот оно Племя Мумба-юмбы Юмба Будет Айфон Воспринимать Как дощечку Которая Разговаривала И будет искать С какого Дерева Выстругать Дощечку Которая Будет Разговаривать Вот оно Примитивное Восприятие Когда нету Нужного количества Извилин Когда интеллект Не развит И надо Время на развитие Интеллекта А интеллект Он Соединен С интеллектом Тела И Ты будешь Проживать Из жизни В жизнь Чтобы Наработать Развиться И так далее Через какое-то Количество Тысяч лет Ты поймешь Хотя Ты знаешь Недавно Видела сон Отрывок сна И в этом сне Я четко Видела И знала Что Вот Если вдруг Мы умираем То Инфодайинг Становится Популярным В течение Трех лет После нашей смерти И я во сне Сказала Нет Не дождете Мы не умираем Просто он будет Использован Просто он будет Использован Для создания Новой религии А этого не должно Случиться Поэтому мы живем Человек должен Проснуться Бесконечно Бесконечно Человек должен Проснуться Для того Чтобы Спасти Самого себя Так и есть